Добрый день, уважаемые туристы, уважаемые коллеги. Я опять рада встрече с вами. Сегодня мы с вами поговорим о том варианте отдыха в Израиле, который выбирают люди, не желающие связывать себя нахождением в какой-то квартире или в каком-то апартаменте, домике, а те, которые избирают полные экскурсионные туры с проживанием в гостинице, с питанием, которые готовы просто приехать к своим друзьям, родственникам или знакомым в свободный день. Итак, как же организовываются экскурсионные туры? Как правило, как и во все страны, экскурсионные туры в Израиль организовываются на базе завтраков. Особенностью экскурсионных туров в Израиль, собственно, так же, как и подавляющее большинство авиатуров европейских, является то, что если человек приходит один, он должен обязательно забронировать одноместный номер. Подселение бронировать практически невозможно. Туры организуются на базе завтраков, соответственно, вы должны рассчитывать дополнительные траты в качестве дополнительного питания. В базовых экскурсионных турах будут свободные дни. Если вы хотите максимально использовать свое время пребывания в Израиле с интеллектуальной нагрузкой или с эмоциональным подтекстом, обратитесь к своего турагенту и попросите его предложить вам дополнительные экскурсии, которые могут быть организованы вам в ваш свободный день. Не стесняйтесь и спрашивайте, где же размещаются туристы во время экскурсионных туров? Как правило, туристы размещаются в крупных городах, в Нитании, в Герцлии, в Тель-Авиве. Есть комбинированные экскурсионные туры с размещением также по несколько дней на побережье Средиземного моря, в Иерусалиме, на Мертвом море, либо в Эйлате. Всю информацию о насыщенности программ экскурсионных туров вы запрашивайте и не стесняйтесь, спрашивайте своих турагентов. Хотела бы предостеречь тех людей, которые, стремясь немножечко сэкономить, обращают внимание натуры с размещения, в частности, в населенном пункте Вифлеем. Для нас, да, это звучит почти легендарно. Вифлеем – город с богатейшей историей и с определенной ментальной подложкой. Хотя на самом деле Вифлеем – это по нашим меркам очень маленький поселок городского типа, где вечером выйти практически некуда. Это во-первых. Ну и во-вторых, для тех, кто знает, что такое зеленая черта с точки зрения Израиля, так вот этот город находится за зеленой чертой. Поэтому хорошо подумайте, если вы действительно едете в Израиль с экскурсионными целями, нужно ли вам размещение в Вифлееме или все-таки вы немножечко подниметесь в своем ценовом пороге и будете размещаться в том городе, который вам будет интересен и в свободное от экскурсионных туров время. Спрашивайте у своих турагентов. Они в курсе, они знают, ведь они профессионалы. А хотите быть в курсе наших новостей? Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт. Мы готовы отвечать на любые вопросы, связанные с нашей профессиональной деятельностью. Пишите вопросы под этим видео. Мы всегда оперативно ответим. А вам удачных путешествий и приятных впечатлений. Пока! Агенция подорожей Азимут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Т.Горелова Продолжение следует...